Ну вот, наш ранне-утренний рейд. Ранне-утренний, 28-й, уже сегодня. Ага. И кто кормит собак? Когда просишь не кормить. Ну это, нет, это другой сарай какой-то открыт. Знаешь, по-моему, тот же. Не-е-е, нет. А, ну да, у плащенков прям, наверное, тоже. Ой, вон лежит. Вон лежит, короче, то ли мама, то ли с ухом бодраным. О, а вон там, это девка, которая нам нужна. Глянь, уходит сюда сразу. А вон и пионер бегает. Вот так же мой вон, нафиг этого пионера. Так, кто, что, уходит? У него мамашка или? Нет, тут совака была какая-то, ушла. Это мамашка, скорее всего. Да, да, у нее уши были нормальные. Что, давай ставить клетку. Давай ставить клетку, а то время теряем. Ставим, ставим. Сейчас бабка придет, значит, их кормить. Все, давай. Ну туда убежали. Вон она убежала вообще за дом. И первая, и вторая. Что, ставим, подгоняем туда машину и ждать, как они будут придет. Нужно подальше от машины ставить. Может, на песке поставим клетку? Ну, туда поставим, где дурмушки, где поилки. Ну, я понимаю, но они туда не подходят, а на песке не лежат. Ну, ладно. На песке они лежат, а там они кормятся. Так, сейчас будем ставить клетку. Вон, даже мама вернулась собак. Ну, тех щеночков, что мы забрали, диких. А там левее лежит с порванным ухом. Нам бы еще девочку молоденькую поймать, обгуленную. Но кого получится. Надеюсь, что их еще сегодня не кормили, потому что вода вон. А нам не помешают эти вот? Может, чуть подальше поставить? Зачем? Вот так сейчас. Бедные муравьи по воне целая потолеют. Да, я же тебе говорила. Прям муравьи все огромные утопились. Вон ко второй побежала мамка. Там, это самое, корм можешь тащить. Ты пока... То есть не надо снимать, да, как ты клетку ставишь? Ну, то есть уже снялась, ты клетку ставишь, да. Мы вчера уже снимали. На крыше, да. Кошка пустала. Не начинается. Харюшка. Хи-хи-хи. Идет сосисками со всем. Ну, короче. Будут дровить, потом орать будут. Слышишь, молчила. Вон та с порванным ухом стоит и палит. Вон там вот перед кустами на нас. Просишь не кормить животных? Она припирается. Блин. Ну, она уже тут стоит. Может, подойдет? Да, она лежит, но она в нашу сторону смотрит. Она просто удрипает, если ты вылезешь. Ну, будь она хотя бы отвернутая, она лежит и смотрит на нас. Папа пытается пролезть. Смотрит сюда. Она спит на макушке, на макушке. Она на любое движение. Смотрит. Друзья, здесь я должен сделать вставочку. Мы, конечно, оборвали лай собачки. Это пионер. Там ходит бабуля, кормит собак. Мы вырезали, конечно, из видоса все ну, как бы наши эмоции, чтобы никого не обижать. Ну, вот это уже вырезать невозможно, потому что гуляющая там бабушка ну, как бы нам очень мешала. Мало того, что она, несмотря на наши просьбы, покормила всех в очередной раз. Оставила там миски полные еды. Собаки, естественно, не пойдут в клетку ловиться. Но она еще и обломала мне шанс попасть в собачку, которую нам нужно было бы поймать. Начал лаять пионер. Начал подбегать ко мне, облаивать. Разбудил спящую собаку. И стрелять мне пришлось, ну, вернее, плеваться в собаку, мне пришлось в очень неудобных условиях. Во-первых, я не мог уже сделать ни одного шага к ней. Плеваться мне пришлось с 6-7 метров. И риск попасть как бы собаке не туда, куда надо, был очень высок. Из-за того, что она лежала ко мне, повернула ко мне голову. Ну, результат очевиден. Я старался избежать этого риска, попасть в переднюю половину этой собаки. Старался попасть как можно ближе к заднице. Ну, и, соответственно, на несколько сантиметров промазал. Ну, вот дальше смотрите. Вообще не держится, видишь? Вообще не держится. Как стреляет собака? Ну, я не знаю. То есть, вот они какие-то колечки сделали, да, я даже колечко отсюда снимаю, все равно колпак не держится на этой иголке. Что это за запасные иглы? Во-первых, ну, ладно, короче, они хрен с ним, но... Что это? Я не знаю, как фиксировать колпак. Клеить, что ли? Ну, как это возможно? Ну, как можно наклеить? Это бред, по-моему. Косяк за косяком. Ну, что, как это вот так? Я не знаю, короче. Давай попробуем вот этим колечком хотя бы зафиксировать, в принципе, хотя бы чуть-чуть. Ты закрыл крышку? Вот же дырочка, да? Да. Да, закрыл ее. Острая? Да какая она там острая? Ну, я не понимаю, что это. Он не держит клапан вообще. Не держит клапан, видишь? Ну, я не знаю, как можно было столько денег отвалиться эту херню. Вот, смотри, резко, да? Вот я нажал, отпустил, все. Он не держит. Что, блядь, не держит? Одноразовый. Это какой одноразовый? Полуразовый получается шприц. Ни разу с него нельзя сделать ничего. Там, короче, собака. Ага, ага, она его увидела. Она увидела папу. Сейчас он попробует пройти, типа не при делах, чтобы она успокоилась. Это вот та обгуленная, которую желательно поймать. И текает, и текает. Да, все. Помню, уже. Да, пионер пошел лаять на Сашу. Пионер не дается в руки тоже. Хочу, ее тоже хотят. В смысле хотят? Всех надо постерили. В смысле хотят? Мы их потом вам обратно привезем. Тем более, он покусанный, он его полечить надо. Ну, ловите его, друзья. Пропит. Да мне не хочется просто в него снотворным плевать, что может он так к рукам подходит. Да, ты мой маленький. Да, ты мой сладкий. Да, ты мой хороший. Да, ты мой маленький. На. Попал. Ой, маленький, маленький. Думаешь, уснет? Жалко как. Здрасте, подскажите, я тут пёс в повязке не пробегал. Рыжий только что. Взять собачку? Да. И выделали. Не знаю, поручу. Чего? Да, я же говорю. Я прошла по домам под дорожкой обратно, около мусорки. Не знаю. где-нибудь сейчас ляжет спать, поспит. А, это, короче, всё, галяк, я понял. Это всё, фуфло. Сеть. Стрельцеметане. Надо растягивать сетку поймал. Надо растягивать сетку поймал, только, наверное, так. У меня тут какие-то подворотни, прям подворотни. Ну, катакомбы, ну, как найти здесь собаку. Тем более, помнишь, он их туда бегает. Он же не в одном дворе, получается, сидит. Ну, я вот так вот прошла. Он же туда вот... Может, перед магазинами побежал. Ну, там выезда нету. Сейчас здесь выедем. Ну, я там походила. Блин, время. Уже пора сова кормить и выпускать. 15 минут 9. Ну, единственная надежда, что он вернётся во двор, и я смогу его погладить. Ага. Так я же отошла от него. Он не видел, что это я в него стреляю. Размечталась ты сама. Ну, понимаешь, он же так настороженно к этому относится. Ну, я вот его глажу, но это взрослый пёс. Хрен знает, что у него в голове. Наденешь ошейник, он 100% должен что-то кричать. С этим бинтиком, вдруг он меня цапнет. Ну, как ещё? Может, он реально вот тут обижа как-то и к гаражам вернулся. Сейчас сюда глянуть. Где мы его ловили. Он совсем дорог, чтобы назад вернётся. Ну, наверное, если это его дом. Да, в том-то и дело, что мы дом вспомним. Мы когда вчера с клеткой стояли, он вообще в ту сторону побежал. Он же мимо нас уже пробежал за клеткой и побежал туда вообще, в тот квартал. Я это понимаю. Я просто была уверена, что он там заснёт и я обойду с другой стороны и уже как-то начнёт у него действовать, начнёт проседать. Я не думал, я не ожидал, что он вообще со двора куда-то ломанётся. Вот в чём проблема. А, так ты его напугал. Надо, короче, это минимум здесь надо вчетвером, чтобы вот там, 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 там. Чтобы на всех выходах стояли люди. Иначе тут без толку что-то делать. Ну, я не вижу шанса. Либо это надо минимум вчетвером делать, чтобы здесь собак блокировать вот на всех, со всех выходов. И то, как вчетвером, если там между гаражами проходы. Да. Это надо баррикадировать все эти проходы. Вот сюда он ещё забеззажал со шприцом. А дальше я потеряла. Я вот там вот аж обошла там, потихоньку выглядываю из-за угла. Нету, думаю, ага, значит, лёг спать. А его нету просто. А раньше ты собак ловил, они, типа, спать ложились почти сразу? Да, никогда они не ложатся спать. Никогда. Ну, просто ей бывает же территория, понимаешь, какая-то ограниченная. Ну, собака там в угол забежала, ну, как она там, да, побежала до угла. И всё, там, залегла там где-то в кушерях, в нарев какой-нибудь своей. А здесь, ну, я не понимаю, они свободно бегают, их кормят в трёх дворах, тут минимум кормят. Вот, ну, куда он может? Он куда угодно, вот, может, вот он туда может, бац, нырнуть за этот забор, и всё, и мы его никогда не найдём. Это вот и школа, да? Да. С которой все жаловались. Ну, вот он и сюда мог ломануться. Может быть, знаешь, что, давай сделаем так. Я сейчас вот так проеду вокруг, а ты пройди напрямую, так мимо двух домов. Хорошо. Смотри туда-сюда, а я сейчас объеду, стой сюда. Хорошо. Фу, блин, куда он мог деться? Поехали? Ну, верно. Может, ещё перед остановкой гляну, сейчас будем, ну, выезжать обратно. Блядь. Фиаско. Причём попали. Это фиаско, брат. Второй раз уже попали, и всё. Ну, он проспится и вернётся туда. А ты, у тебя видос есть, что ты за ним бежишь, да? Ну, да. Там вот, где мы объехали, там блок гаражей, потом какой-то склад, там куча вот таких вот лазов сантиметров по 30-40. Там спрятаться, где хочешь, может. Там, не знаю, там, штук 200 собак можно спрятать. Ну, собственно, остаётся мне, друзья, дописать финальную сцену. Очередная охота провалилась, и настроение у нас катастрофически упало, потому что это уже, по-моему, восьмой, или уже там... Я уже сбился за счёту какой-то выезд. Поймать собачек в этом дворе и выполнить свои обязательства перед человеком, который меня попросил это сделать, оказалось очень-очень затруднительно. Конечно, можно их убить, но поймать собачек, причинив им минимальный вред, оказалось очень сложно. Ну, да, я понимаю, может быть, эти сюжеты провальные вам уже немножко надоели, но... И всё-таки мы их будем вам показывать, для того, чтобы вы понимали, как бывает непросто выполнить, казалось бы, элементарную какую-то просьбу поймать собачку. Ну, собственно, наверное, на этот сюжетик всё. Спасибо за то, что вы досмотрели этот видосик до конца. Обещаю вам, что следующий видосик будет более результативный и быть добру! Субтитры создавал DimaTorzok